Мусор вне времени. Жильцы 106 дома по улице Ташкентской обратились в нашу редакцию в мае. Проблемы начались, когда понемногу стали заселять новостройку напротив. Тогда же между домами появилась контейнерная площадка прямо на дороге. И стали расти горы мусора и строительных материалов. Но не в баках, а вокруг. Сначала вроде бы как было тихо-тихо, там потом снег пошел уже ближе к зиме, мы не обращали внимания. Когда все это растаяло, там были, вы понимаете, такой навал был, вплоть до самой крыши. Лично я сама несколько раз звонила. И в администрацию звонила, в департамент, и в управляющую компанию. Позвонишь, поругаешься, приехали и убрали. Убрали и тогда в мае. Когда наша съемочная группа прибыла на место коммунального бедлама, оказалось, что управляющие компании узнали о назначенной встрече и несколько дней приводили площадку в порядок. Закончили буквально перед нашим приездом. Субботы, вот субботы ее чистят. И вот такая чистота, что сейчас вот здесь, это такого у нас никогда не было в первый раз. Телевидение меняет мир к лучшему, но надолго ли? Мы решили проверить, выждать время и посмотреть, сколько продержится чистота. Ждать пришлось недолго. Ровно через полтора месяца мы на том же месте, но контейнерная площадка выглядит совершенно по-другому. Как раз то, о чем говорили местные жители. Строительный мусор и другие отходы разлетаются по всей округе. В чем же причина стабильности и долголетия этой помойки? Жильцы 106-го дома и соседнего 108-го уверены, дело в первую очередь в ее расположении. Не во дворе, а практически на дороге. Отходы сюда сваливают все, кому не лень, даже бывает привозят. От новостройки баки заботливо огородили забором. Зато жителям соседних пятиэтажек ничто не мешает любоваться живописными видами мусора, благоухающего на солнышке. Постоянно этот мусор весь на дороге, летит сюда, к нашим домам. И вот мы, конечно, хотим, чтобы убрали в другое место. Все-таки здесь и детская площадка, и здесь детская площадка, и мусор этот постоянно. Как сказал группе недовольных дворник, это место для контейнерной площадки утверждено, и оно идеальное. Я 30 лет работаю с контейнерами. Идеальное место, понимаете, идеальное. Ему проще бросить контейнер, а если вы сейчас поставите его туда, они начнут мне ложить свои бытовые отходы. Он к этим контейнерам, к курнам, понимаете, он туда не пойдет. Ему проще курну бросить и уйти дальше. Идеально это, когда тебе не приходится жить по соседству со зловонной кучей мусора. Просьбу жителей мы адресуем компетентным службам. Эксперимент продолжится. Посмотрим, поможет ли административный ресурс победить вечную свалку. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, Денис Денисов, РТВ Иваново. Продолжение следует...